Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова В 1984 году по направлению я приехала в Ашамскую музыкальную школу. По специальности я дам риска, а как оказалось, меня пригласили как чатханиста. Ну вот, мне пришлось, как бы уча детей, учиться самой. Вот Лилия была единственным нехакасским ребенком в вашей группе или таких детей было много? Тогда она была одна. Самородок? Да. Когда ее привела мама, такую рыженькую, с рыжей косичкой девочку, вот они стали заниматься. Она оказалась такая исполнительная и все, что я скажу, все исполняла, все выполняла. Но как не заниматься с таким ребенком? Лилия, а вы сами помните первые шаги по освоению именно этого музыкального инструмента? Тяжело давался? Либо сразу, может быть, заинтересовал и получалось? Понравился инструмент сразу. Очень. Мне всегда хотелось играть на пианино, а тут совсем другой инструмент, щипковый. И заниматься много приходилось. Да, национальные инструменты в вашей жизни так и остались. Сегодня, к сожалению, в студии нет чатхана, но у вас в руках. Расскажите, что это. Да. И как он к вам попал? Мы, кроме того, что играли на чатхане в школе музыкальной, еще играли на различных других инструментах. В оркестре также его организовала Валентина Ильинична. Там были и агас хомос, который называется деревянный хомос, мы играли, и вот тимур хомос. Постепенно, постепенно как-то тянулась я в это. И когда уже школу закончили, уже поехали учиться дальше, ну чатхан с собой не возьмешь. А так хотелось, чтобы где-то сыграть в обществе, потому что кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то еще чем-то занимался. И вот я освоила тимур хомос. Ну замечательно. Вообще, наверное, всегда вот появление в ваших руках национальных инструментов вызывает особый такой восторг, да? Как ваши родные, друзья, близкие вот сегодня в вашей жизни воспринимают, когда вот слышат ваше исполнение? Ну, они гордятся. Им нравится. Меня всегда поддерживают в семье моими увлечениями, занятиями. В те времена часто нас снимали. Ну, приятно удивлена была, конечно. Ну, мы теперь можем сказать, что это видео станет вашим семейным архивом, потому что, ну, по традиции нашей программы мы его дарим. И вам особая благодарность за то, что вы из Аршанова приехали к нам поделиться своими воспоминаниями. Спасибо еще раз. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды стали героем журналистского материала гостелерадиокомпании «Хакассия», обязательно звоните к нам в редакцию. Будет интересно вспомнить вместе. Увидимся. Продолжение следует...